Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Это видео пригодится только тем, кто собирается выращивать рассаду для торговли. То есть массовые посевы, большое, очень большое количество рассады. Все мы знаем, что рассаде томатов необходимо 2 месяца. 55, 60, 65 дней от посева, от первых сходов до высадки в грунт. Вот в соответствии с этим сроком я выращиваю свою рассаду для продажи. Но только я после посева, вот видите у меня посеян ящик, я ее пикирую не в стаканчики, не в другие лотки пореже, а пикирую сразу в теплицу. Я вчера пикировала рассаду, я сюда уже заходила и показывала. Когда сибирские сорта показывала, их много-много, я вот показывала это бычье сердце. Если сибирские сорта я пикирую сразу в грунт, но на улицу, они более закаленные, то такие как бычье сердце и ему подобные, с другим строением, с тоненьким стволом, с нежными листьями, они у меня выращиваются вот здесь в тепличных условиях. В конце марта, в начале апреля я их сею, через месяц вот сюда пикирую, в конце апреля, в начале мая. И к концу мая здесь будет готовая рассада. Вот сейчас, вчера я ее высадила, вся рассада чувствует себя хорошо. Кто понимает, видит, что если они стоят, все растения, и большие, и маленькие, значит они уже удачно пережили пересадку и ничего с ними не случится. Мне как раз в помощь у нас сейчас пасмурная такая погода, бессолненышко. Два дня им достаточно, через два дня у них сцепка произойдет, корней с грунтом, им потом хоть солнце, хоть пекло, ничего будет ни почем. Вот сейчас она такая крошечная, у нее два листика настоящих, третий лист. Буквально через месяц в этих комфортных условиях, где нужная влажность для них, где как раз будет тепло, солнце круглый день, она будет уже мне по колено и выше. Иногда в какой-то год она так даже перерастает, что даже зацветает здесь в теплице, и мне приходится ее, чтобы она не падала, делать такие ограждения, проволочные рамки ставить. Но потом покажу, если перерастет. Вообще здесь вот рассада очень хорошо вырастает. Это удобно чем выращивать в теплице? Во-первых, она уже здесь закаленная, здесь ночью прохладно, днем здесь яркое солнце. И вот люди, кто берут у меня эту рассаду, они говорят, что при высадке она почти не болеет по сравнению с теми, которая стоит на окне, на подоконниках, например, или просто в комнатных условиях, на стеллажах. Это хорошая школа жизни для рассады, пройдя которую, они очень хорошо делаются выносливыми, даже вот эти неженки, нежные сорта. Вот они в таком состоянии у меня, принесла я их вчера сюда. Они посажены густо, но пореже, чем алтайские, эти сибирские сорта. Все они уже с двумя листиками, выдвигается у них третий лист. Вот это самое хорошее время для высадки, потому что более маленькую, более раннюю рассаду я не высаживаю, неудобно с ней работать, а позднее она, если жаркая погода, она вот так вот, стволик вот так может упасть, ее потом приходится ходить палочкой поднимать. После высадки она никакой заботы о себе не требует, только полив. Единственное, что я один раз вот эти вот хребты прохожусь, вот так обваливаю, чтобы... Ну, после полива, когда я высаживаю, поливаю, потом чуть-чуть вот так прорыхливаю, чтобы, во-первых, не было дырочек, потому что тут бывают еще дырки некоторые после посадки, и все. Теперь только ее поливать. Поливаю холодной водой из водопровода. Вырастет она через месяц, покажу. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это разговор на тему о массовом выращивании рассады. Очень большое количество. Вот на этой грядке будет расти у меня полторы тысячи томатов крупноплодных, таких как бычье сердце, король гигант, перцевидный гигант, любимый праздник. Все-все-все, которые крупные. Все-все-все-все.